Приветствую вас. Надо сказать, что ответ на ваш вопрос в какой-то степени достаточно простой, но в то же время достаточно неоднозначный. Дело в том, что распадать манипулятором можно по такому, знаете, нежеланию делать то, что он хочет. То есть, если, грубо говоря, вы, если вы после какого-то взаимодействия с человеком чувствуете обустошенность, если вы ощущаете, что не хочется вам делать того, что человек вам требует, то, скорее всего, это именно то самое, скорее всего, это именно манипуляция. Что же касается приемов, то здесь все довольно таки индивидуально, да. То есть можно сказать, что приемы непростые – это обида, это игнорирование, это эпатаж, то есть такое вот демонстрационное поведение. Это шантаж, это угроза, это подкуп, ну и так далее. То есть в принципе я не думаю, я не думаю, честно говоря, я не думаю, что открою вам здесь, да, вот в какую-то Америку, да, тем, что это все расскажу сейчас. Ну, просто потому что мне лично кажется, что вы, к примеру, все это знаете сами. Вот, ну, такое мое мнение, да, например, что вот, ну, мне кажется, что вы сами в курсе этого, вот. Другой вопрос, если вы, к примеру, боитесь, если вы боитесь того, что человек может вами манипулировать. Почему вы опасаетесь этого? Вот это уже очень интересно. Дело в том, что манипулятор может использовать не всех людей, а только тех, у кого есть, во-первых, проблематика с личными границами. Вот, это первое. Второе, это те, у кого есть, в какой-то степени страх одиночества, вот, и так далее. То есть, соответственно, ну, какая-то вот проблема какая-то есть у вот этой вот истории, связанной с манипуляцией, почему человек ведется на манипуляции, да. Вот, соответственно, вам нужно не только распознавать манипуляции, сколько больше прислушиваться к себе и имея четкую позицию свою по жизни. Действовать так, чтобы не было вам никакого негатива, чтобы, ну, чтобы вы не чувствовали, что действуете себе во вред, да. То есть, манипулятор может манипулировать теми, кто в отрыве находится некоторым, некоторым от себя самого. Вот, и, соответственно, в таком случае, если это происходит, вот, то даже при условии, что вы почувствуете вот то, как... Ну, если вы почувствуете, как вам манипулировать, если вы сможете распознать вот манипуляцию, то вряд ли вы сможете что-то сделать, потому что у вас будет достаточно серьезная мотивация к тому, чтобы эту манипуляцию выполнить, вот, к сожалению. Вот, в принципе, такая история, такой момент. Поэтому здесь вы, как можете заметить, не совсем в ту сторону идете, здесь вы, как можете заметить, не совсем в том направлении двигаетесь, как вам для вас позитивно. Вот, ну, и необходимо понимать, что, конечно же, общение, взаимодействие с манипулятором, оно всегда достаточно драматично, особенно если это... Ну, такой вот и среди, да, и в силу того, что человек, по сути, ну, налжи выстраивает общение и отношения, вот. Это может быть, конечно, травматично для человека, то есть для вас. Вот, если это травма, травма, то ее нужно прожить, вот. И помочь в этом может вам, конечно же, наши специалисты, которые помогут нам прожить травму, изложить опыт, усвоить его и сделать так, чтобы больше такая ситуация не повторялась. Можно понимать просто, что пока вы не отдаете себе отсчет в том, как вы пришли к этой истории с мужчиной-манипулятором, ну, скорее всего, надо будет постараться. Вот, там и все. У вас будет мотив, ну, действовать определенным образом, не меняя при этом. О, значит, не меняя при этом свою модель поведения. Не меняй ее, абсолютно. Вот. А это вот такая проблема. Вот, проблема это не только ваша, но и это такая вот, знаете, глобальная проблема. Тех, кто становится жертвами, потому что жертвенность это определенный жизненный сценарий, в первую очередь. И, соответственно, как бы человек становится жертвой, человек выбирает быть жертвой, вот, и перекладывает ответственность на манипулятора, вот, за свои трудности. Вот, поэтому вам, если вы чувствуете, что стали жертвой манипулятора, ну, а вы хотите выходить из треугольника Гартмана, вы будете работать над личной личной ответственностью, которая не всегда четко видится, не всегда четко понимается. И после этого никакие манипуляторы вам не страшны, потому что у манипуляторов, как раз таки, тоже проблема с личной ответственностью, как и у всех, кто находится в треугольнике Гартмана, вот. Но, в отличие от жертвы, манипулятор это делает более агрессивно, вот. Ну, кстати, жертва тоже может перейти от пассивной истории к агрессивной истории, вот, и, соответственно, таким образом жертва становится манипулятором, по сути. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, про треугольник Гартмана. Гартмана можете почитать в интернете, там это достаточно подробно описано, вот. Я надеюсь, что вам это было полезно, я желаю вам всего самого доброго, не ищите универсальных каких-то рецептов, вот. Удачи!